Ну что, добрый вечер. Сегодня такая днюшная трансляция. У меня сегодня день рождения. Вот. Сегодня я не выспался. Вот. И вот в связи с этим настроением родилась такая тема поиск психологического убежища, да. Я вот часто наблюдаю за тем, что происходит. Спасибо, да. Что происходит с моим телом. И как оно ищет комфорта. Все то, что происходит. Мне сейчас интересно за этим наблюдать. Что когда тело сталкивается с каким-то дискомфортом, с какой-то болью, оно срочно-срочно хочет найти психологический комфорт. То есть если возникает какая-то боль, что-то неприятное начинается, оно бежит буквально оттуда. творческое вдохновение, оно не бывает неиссякаемое. Оно периодами то есть, то нету. У всех так. Есть творческие периоды, есть так. Не очень творческие. Отдыхаешь просто. Да, спасибо. Вот. И я что вам хотел сказать-то? Что вот если рассмотреть, к чему мы стремимся, ну вот к этому все стремятся, понимаете? Мы хотим найти себе убежище, прибежище. То есть мы хотим построить себе такую жизнь, где будет телесный, физический, психологический комфорт. Я не прав? Вот рассмотрите свои цели. Знаете как? Честно посмотрите туда. Я же знаю, что у вас у многих есть мечты, цели какие-то в жизни. Посмотрите, к чему вы стремитесь. Что? Что можно, как можно обобщить все эти цели и мечты? Что вы хотите найти-то? Здесь очень часто возникает путаница. Люди часто пытаются ну как-то объединить, что ли, психологический комфорт и жизнь по душе. То есть они думают, что вот, я заживу по душе, когда у меня будет психологический комфорт. Меня ничего не будет напрягать. Не будет никакой боли в моей жизни. Да? Вот что-то типа того. Понимаете? Да? И я просто наблюдая за собой, я вижу вот эту тенденцию, такую же у себя, что тело, оно стремится в комфорт. Ему очень тяжело проживать какие-то болезненные периоды. Но правда заключается, знаете в чем? Что сколько вы не будете бегать и искать это убежище, вы его никогда не найдете окончательно. то есть его не существует как чего-то окончательного. Понимаете? То есть его невозможно обнаружить, как вот вот вы куда-то пришли и вот вы что-то там построили себе и вот там у вас начался психологический комфорт. Понимаете? То есть вот эта вот точка B, к которой очень многие стремятся, чтобы уже начать жить в психологическом комфорте, она недостижима. Она просто недостижима. И по сути мы ищем не это. Вот удивительный момент, что мы не это ищем. Мы ищем ну как, мы ищем это, да? Мы сначала ищем это. Комфорт, какие-то свободы, да? Чтобы мы достаточно так комфортно, телесно, физически жили. Но находя это снова и снова, вы просто видите, что оно меняется. Оно все время меняется. То есть даже вот знаете, я когда-то решил поехать там в Таиланд первый раз и я тоже себе там нарисовал такую картину. Вот я сейчас приеду, там будет так классно, тепло, у нас тут холодно уже, там тепло, водичка это как бы, да? И когда я приехал туда, первое, с чем я столкнулся, короче, какой-то отель, ну отель, в который я попал, в общем, я там не мог заснуть. Там какая-то шумно было, короче, дурдом какой-то, понимаете? И вот первое, с чем ты сталкиваешься, это дискомфорт. Ты приезжаешь, и ты ожидаешь комфорт, но ты сталкиваешься с дискомфортом. Вот. И в любом случае, первое время, пока я там нашел то место, в котором я себя почувствую, ну, нормально как-то, да? То есть это, в любом случае, те же самые путешествия, это преодоление какой-то болезненности, все равно дискомфорта. И вы рано или поздно поймете, что вообще вот эта подвижность в жизни, да, то есть то, что я называю жизнь по душе, она связана со способностью просто проходить через эти дискомфорты нормально. То есть, ну, как бы не шарахаться от них, да, не удивляться, что они случаются в вашей жизни. Вы просто рано или поздно поймете, что вот эта вот болезненность, проживание периодов болезненности, оно просто неизбежно, то есть вы никуда от этого не убежите. Ну, такая природа тела. Вот тельце, оно связано с тем, как бы, оно адаптируется, понимаете, оно адаптируется, ему множество вещей не нравится. Да, это можно прорабатывать, какие-то вещи в теле можно прорабатывать. То есть, можно что-то там, какую-то, вот эти вот какие-то родовые травмы, да, вот какую-то боль потихонечку выводить. Но в любом случае, вы выведете одно, появится что-то другое. Понимаете? И вот это такое, сначала вы долго-долго этим занимаетесь, можете заниматься какими-то терапиями, что-то делать со своим телом, пытаться его расслабить. Потом рано или поздно вы придёте к такому пониманию, что невозможно. Вот я был в Москве сейчас, да, когда был в Москве, проходил там БФМ, очередное, как бы, множество сессий проходил, телесной терапии, да, там мы работали с Надеждой Лоскутовой. Кстати, я с ней интервью там записал, подумаю, может, выложу его, надо пересмотреть. И вот множество, знаете, как множество было проработано вот этого напряжения, боли. А сейчас вот я вернулся, да, и тут у меня какие-то там соседи поселились сверху, и они достаточно шумные ребята. Конечно, если будет так продолжаться, ну, что-то я буду с этим делать, улаживать, да, но вот сегодня, например, была такая ситуация, да, срались они до двух часов ночи, да, ругались, как бы, и проснулись в 7 утра, а у них дети, и понимаете, да, и вот, получается, жил я в этой квартире, да, я ее снимаю сейчас, и она была роскошная, здесь вообще, вот, никого не было сверху, и никого нет до сих пор снизу, то есть, были идеальные условия, тишина вообще, супер, вот, и ты привыкаешь к этому, да, ты как бы привыкаешь к этому комфорту, о, как здорово. И потому что-то происходит, да, вот, появляются какие-то соседи, да, и вот все меняется, понимаете, и так будет всегда, то есть, что бы вы ни создали, что-то будет появляться, что идет не так, то есть, вам важно понять, что вы не построите никогда такую жизнь, в которой все будет комфортно, и что-то не случится резко, такое, что обрушится на вас, и начнет ломать вашу картину мира, ваша картина мира будет, в любом случае, ломаться, понимаете, это частный дом, слушай, в частном доме там собаки, петухи, там какие-то там, еще что-то начнется, поверь, что в частном доме, там свои истории, как бы, в любом случае, то есть, это бесконечный процесс, то есть, куда бы ты ни переехал, вот даже, в самое идеальное место, там что-то, с определенного момента, пойдет не так, обязательно, что-то пойдет не так, ну, такова природа жизни, понимаешь, я, вот честно, я искренне хочу, чтобы это было неправдой, то, что я тебе говорю, чтобы это было неправдой, но у меня большой опыт, мне 42 года сегодня уже исполнилось, за 42 года я понял одну вещь, что даже если у меня много денег, даже если я себе все могу позволить, все равно я себе не могу создать убежище, в котором мне будет комфортно, все хорошо, и никакой боли не будет, и все будет идти именно так, как я хочу, это невозможно, вот, как бы, правда заключается в том, что это невозможно, у тебя не получится, и не только у меня не получилось, у многих других людей тоже не получается, они все время стараются, вот, но у них в любом случае есть какие-то вещи, которые, ну, они не подлежат управлению, понимаешь, то есть, это не подлежит контролю и управлению, выгляжу на 25, да нет, вот, видишь, у меня уже вот начались такие штучки, уже 42, мои 42 года пролазят, так что, месседж такой, что, ребят, усиливайтесь, усиливайтесь через то, чтобы быть способными просто проживать какую-то боль, то есть, боль будет случаться, и не надо, когда она начинает происходить в вашей жизни, удивляться, и опять там возмущаться, вот, опять дискомфорт, пошел опять боль, жизнь опять говно, и так далее, это не жизнь говно, жизнь такая просто, понимаешь, такова природа жизни, есть приятные периоды, есть неприятные периоды, есть боль, есть удовольствие, и что бы ты ни делал, вот, сколько бы ты ни зарабатывал, как бы ты ни жил, все равно будет и то, и то, вот, и рано или поздно, к тебе приходит, понимание, и мудрость, что, ну, просто, как бы, не надо пытаться во что-то одно, зачем-то одним, бегать только, и пытаться удерживать только это, у тебя все равно ничего не получится, хорошо, я для тебя буду психологом, называй меня психолог, окей, но я не психолог, знаешь, я как бы человек, который просто разумно смотрит на жизнь, изучает, практикует какие-то вещи, да, очень многое проходил в своем опыте, там, в своей жизни, да, попробовал разное в жизни, и вот, когда ты много-много проходишь, кто по нации, слушай, если будешь такие вопросы задавать, забаню, какая разница, кто по нации, ты, у нас что, нацист, националист, или что, зачем тебе, как бы, ну, все люди просто, понимаешь, мы не говорим там, кто, какой нации, это, если ты пришла с такими мозгами сюда, ты просто не туда попала, выходи, из перископ-трансляции, мы говорим не об этом, мы говорим о мудрости жизни, о жизни по душе, о каких-то вот таких вещах, о, видите, какой грубый парень, и все причины вокруг, да, ты мудра, ты великая, мудрая женщина, раз ты видишь все причины вокруг себя, а в себе, в своем глазу бревна не видишь, да, спасибо, ну, короче, не будем отвлекаться на это, смысл в чем, смысл в том, что, о, не умничай, ну, хорошо, я его в бан отправлю, вы не против, да, я девушку отправлю, она просто не наша целевая аудитория, вот, просто хороший кейс, знаете, иногда приходят люди, и просто сразу видно, в каком состоянии ума человек находится, да, то есть, несколько фраз, и все понятно, она живет шаблонами, клише, как бы, думает определенными, очень примитивными категориями, да, какая нация, да, не умничай, ну, и так далее, то есть, примитивные реакции, вот, это просто, в ту историю по поводу постепенного развития, да, постепенного развития человека, его уровня осознанности и понимания вообще, что, что, что такое жизнь, где он находится, как это работает, вот, и очень часто, да, 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 я просто, не, знаешь, как я, что вижу, о том пою, у меня всегда такие перископ трансляции, я какие-то вещи вижу, и сразу на этом кейсе что-то пытаюсь объяснить, пояснить, да, так вот, смотри, природа жизни это и не янь, то есть, и плюс, и минус, между плюсом и минусом рождается энергия, то есть, такова природа жизни, вот, есть люди, которые напрочь отрицают это, они не понимают этого, что энергия рождается между разницей потенциалов, если тебе будет всё время хорошо, ты в этом начнёшь терять энергию, если тебе будет всё время плохо, тоже начнёшь терять энергию, жизнь прекрасна своими изменениями, И что у тебя будут какие-то периоды жизни, когда тебе будет очень хорошо, а будут периоды жизни, когда будет достаточно плохо. И ты ничего с этим не сделаешь. Да, спасибо, спасибо, да. Что делать, если у тебя галлюцинации? Ну, если у тебя галлюцинации, не знаю, что тебе делать. Понять, что это галлюцинации? Нет, не слышал. Я ничего не слышал, и мне это неинтересно слышать. Макс, а ты день рождения отмечал-то? Ну, немножко, да, сегодня пошел там с дочкой, с женой. О, фу, плохой ты. А ты какой хороший, да? Если ты знаешь какую-то там хрень, да, вот как какой-то проект, то ты хороший, да? А я плохой. Ну, то есть у тебя такой черно-белый мир, да? Я такой весь молодец, остальные все козлы. Если кто-то что-то не знает, не читал, они долбоебы, да? А я один хороший. Один я, Д'Артаньян, а все пидорасы. Правильно? Ну, слушай, у нас перископ трансляции для таких, как бы, места нет. Так что, давай, уходи отсюда. Вот. Да, спасибо. Спасибо, да. Такие люди приходят, они меня сбивают только. Наверное, их банить надо, да, сразу. Так что, никакой зоны комфорта не получится найти. Это только временно. Знаете как, комфорт хорош, это как временное явление какое-то. Временно, это так или иначе будет случаться в вашей жизни. Ну, так что, если вы хотите всю свою жизнь сделать комфортной, то ничего не получится из этого. Понимаете, плюс и минус. Жизнь это плюс и минус. Инь-янь. Сколько бы вы не хотели янь, один янь все равно будет инь. И чем сильнее вы раскачиваете в сторону янь, тем потом будет больше иня. Чем больше вы получили плюсов, тем больше будет минусов. Вот знаете как, вот давайте пример такой. Сегодня человек хочет зажечь, да? И он, короче, берет, там, выпивает алкоголь, потом идет в ночной клуб, там, не знаю, нюхает кокаин какой-то, и он зажигает. И вот у него такой яркий большой плюс. Сегодня у него яркий большой плюс, но что его ждет потом? Его ждет отходняк потом, да? То есть, у него будет жестокий минус потом. И многие-то люди почему присаживаются там на наркотики, на алкоголь? Это та же самая история. Они не понимают, что жизнь, она дуальна, и она все время стремится к равновесию. И они один раз попробовали, там, алкоголь, какое-то приятное состояние, да? И просто зацепились за него, как бы застряли в этом. И они хотят все время его повторять. Знаете, как собака Павлова, которая, там, садили ей какие-то проводки, да, в мозг, там, в центр удовольствия. И когда она подходит и нажимает какую-то кнопку, она получает удовольствие. И она ее все время жала, пока не сдохла. Понимаете? Вот эта история многих людей. То есть, они все время хотят быть в удовольствии, все время плюс, все время, чтобы приятно. И заканчивается это все трагично и плачевно. Их настигает тот самый минус, от которого они все время бегают. Поэтому человек, который, например, не пробовал наркотики, он проще к жизни относится, он как бы проще ее проживает. Потому что он еще не попробовал чего-то вот такого запредельного яркого. То есть, он находится в своем обычном восприятии реальности, у него обычное восприятие. А когда он изменяет свое состояние химически, он попадает в какое-то неестественное искусственное восприятие. То есть, что-то его там штыриды, да, там как-то. О, еще один пришел, ты психолог. За такие вопросы баним. Понимаешь? Как бы просто слушай контент, если тебе откликается, оставайся. Если не откликается, можешь уходить. То есть, понимаете, да, что все время в плюс, плюс, плюс и заканчивается это трагедиями, большим минусом. И вам нужно рано или поздно просто понять это. Что чем сильнее вы раскачиваете в плюс, тем больше будет минус. Все. Вот нужно понять только одно это. И когда вы это поймете, вы просто будете проживать уже более естественно свою жизнь. Идет какое-то радостное состояние, какой-то позитив, ну и хорошо, пусть идет. Пошло какое-то другое настроение, какие-то другие ситуации, ну и пусть идут. Есть место в моей жизни для белой полосы, есть место и для черной полосы. И тогда эти белые и черные полосы, они более естественно, более, скажем так, проще проживаются. А когда вы залазите вот в эту беготню, в какие-то комфорты, в какие-то радостные супер состояния, вы хотите все время в плюсе быть, то вас неизбежно просто по природе жизни ждет карма в виде вот этого накопленного минуса. Понимаете? И потом он вас накрывает. И потом люди часто попадают куда? В депрессии. Почему столько сейчас депрессивных людей, депрессия это как болезнь, болезнь современной цивилизации, депрессия? Да потому что люди все время в одни удовольствия лезут и хотят проживать только половину жизни, только плюс, только одни удовольствия. То есть я хочу жить так, чтобы у меня были одни удовольствия в жизни. Ну так не бывает. То есть нет, ты можешь какое-то время так пожить, но за это ты потом заплатишь цену. Понимаете? И вот в этом-то и заключается мудрость. И с кредитами то же самое. Ты берешь легкие деньги, ты себе покупаешь, получаешь удовольствие, а потом тебе за это идет расплата. Расплата в виде того, что ты теперь привязан этим кредитом к банку, и ты теперь вынужден, хочешь не хочешь работать, зарабатывать эти деньги. Нравится тебе эта работа, не нравится. Ты уже знаешь, когда у тебя висит до моклов меч кредит, и тебе срочно нужно заносить эти проценты и возвращать этот кредит. Тебе уже по-другому там в уме ты к жизни относишься. Тебе бы деньги где-то найти, принести и отдать. Понимаете? И вот люди подписываются как наивные дурачки какие-то под эти вещи, и потом мучаются, годами мучаются, страдают и проживают свою жизнь. Они бы могли там найти себя в этот период, пока они работают на какой-то частной нелюбимой работе, отдают эти деньги через стресс и перенапряжение. Они бы могли в это время, не взяв этот кредит, найти себя где-то творчески, реализоваться как-то, и заниматься тем, что любишь, и заработать там эти деньги в любимом деле. И уже жить по средствам, по мере того, как он в любимом деле создает какие-то ценные вещи для других людей, и как-то это учиться монетизировать. Появляются деньги, и постепенно ты можешь сам себе все купить. У меня так и было. Я свой бизнес создавал постепенно на свои первые 200 долларов. Или, может быть, я у папы одолжил 100 долларов, я не помню. Но я очень быстро эти деньги отдал. Это были небольшие деньги, я практически с нуля начал. И я потихонечку, постепенно развивался. И никуда не спешил. У меня бизнес, IT-бизнес, SaaS-сервис. Но я сейчас его закрываю уже. Я 14 лет им занимался, все, надоело мне уже этим заниматься. Закрываю сейчас. Вот. Да, перерос. Поэтому как бы спешить никуда не надо. Понимаете? А вас загоняют часто этой рекламой. И просто вот из-за того, что вы наивные, верите во все эти социальные, какие-то массовые вещи, да, вот это, ну, невежество это называется, да. Постоянно вот включаешь рекламу. Я как-то был в Москве, там, телевизор был, да, у меня вот дома телевизор. Ну, он есть, не подключен. В Москве я смотрел телевизор. Вот блок рекламы идет, смотришь. А когда уже понимаешь, что такое ложь, да, ну, что такое иллюзия, ты просто каждый рекламный ролик видишь, ложь, 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 обман, ложь, обман. Обман, надувательство, пустые обещания, социальные всякие шаблоны, ценности, обуславливание, промывание мозгов. И ничего, ничего вообще там другого в этой рекламе нет. Понимаете? Сплошное вот это вот накачивание сверхпотребления и значимости в вещах, которые, по сути, тебе не нужны. То есть, если тебе что-то нужно будет, ты и так в интернет зайдешь там, или, не знаю, как-то найдешь то, что тебе надо, и пойдешь и купишь это. Но сейчас цивилизация так устроена, чтобы тебя поймать, чтобы тебя, ну, просто, как бы, накидать в твое сознание, в твой ум столько всякой вот этой вот хрени, мусора, чтобы ты просто полностью фрустрировался в этом. То есть, чтобы ты очень сильно хотел покупать, 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 покупать вещи, в которых на самом деле ты не нуждаешься. То есть, на самом деле они тебе не нужны. Но так как это модно, так как это массово распространено, все это так делают, ну, ты как бы пытаешься как все жить. И ты в этом себя потеряешь, понимаешь? Ты станешь каким-то этим, ну, не знаю, как это называется-то. Ну, короче, ты станешь вот таким вот человеком из системы, да, нормальным. Ты станешь нормальным и потеряешь сам себя. Как выйти? Понять то, что я тебе говорю. Не смотри телек, перестань смотреть телевизор, не смотри рекламу, перестань покупать обы что. Знаешь, вот у меня тоже была эта история. Идешь в молу куда-то и покупать, лишь бы покупать. Прежде чем купить, посиди и подумайте, реально это надо. Реально ты готов, ну, заплатить деньги за то, что в чем ты искренне нуждаешься, тебе практически это нужно в жизни. Или ты покупаешь себе очередную понтовую игрушку, чтобы кому-то что-то доказать, чтобы кому-то что-то показать, чтобы быть социальным, модным. Понимаешь? Вот если ты работаешь на публику, если ты работаешь на кого-то, на какой-то образ себя, на имидж, ты не живешь себя. То есть ты придумываешь все время себя какого-то и проживаешь не себя. Да, понимаешь? Поэтому вся твоя жизнь это сверхпотребление каких-то пустых вещей, которые тебя на самом деле счастливым не делают. Нет, в лес не надо. Ты живешь в том же городе, ты живешь в этой же среде, просто ты все это распознал. Вот как у меня случилось. Понимаешь, я просто понимаю, что эти все вещи, они ложные. Это ложные социальные ценности. А есть подлинные ценности. Есть мои подлинные потребности, да. Реальные мои подлинные потребности. Есть мои подлинные интересы, что я реально хочу делать здесь и сейчас. Понимаешь, есть моя жизнь по душе, где я имею право жить, как я люблю жить, да. Понимаешь, то есть есть подлинные вещи, которые ты чувствуешь. А есть твоя голова, забитая просто нереальным количеством всякого хлама и мусора. Тебе просто запрограммировали, вот нашпиговали твою голову, и ты думаешь, что это твои желания. Они в этот момент не являются твоими. Это ложные желания, ложные цели. Да. Не, ну можешь в лесу жить, но потребностей в этом нет. Мы не говорим о том, где жить. Мы говорим о том, как относиться и как правильно воспринимать то, что происходит вокруг тебя. Ты можешь просто верить в этот весь фарс. Понимаешь, вокруг тебя разыгрывается драма какая-то, да, комедия. Люди живут в невежестве, а ты не понимаешь, что происходит. И ты думаешь, что вот эта беготня за всей этой собственностью, за этими деньгами, да, за этими статусами, за этой модой, она тебя типа сделает счастливым. Нет, она тебя уведет от самого себя. Вот и все. Понимаешь, это единственное, что с тобой произойдет. Ты будешь как белочка в колесе крутиться, будешь порабощен кредитами, обязательствами какими-то. Будешь работать на нелюбимой работе, батрачить на кого-то, зарабатывать небольшие деньги и не жить по душе. Вот и все, что с тобой произойдет. Будешь рабом. Понимаешь? Вот и все. А я просто тебе объясняю банальную вещь. Слушай, вообще, та цивилизация, в которой мы живем, она классная. Здесь есть очень много классных вещей. Вот смотри, какая классная вещь перископ. Какая классная вещь интернет, да. Какая классная вещь деньги, да. Я не против всех этих вещей. Просто все эти вещи, важно понимать, что это такое, научиться ими управлять, и, скажем так, их использовать. Не против себя. Чтобы эти вещи тебя не поработили. Чтобы ты не продал свою душу за эти вещи. То есть можно жить по душе и иметь деньги. Можно жить по душе и покупать то, в чем ты искренне, реально нуждаешься. Реально, понимаешь? Не понты какие-то, не мода, не реклама, а в том, в чем ты нуждаешься. Ты можешь жить свободно, где ты никому ничего не должен. Такая возможность есть. Но тебе для этого надо просто пересмотреть твое программное обеспечение. То, что происходит в твоей голове. Понимаешь, у тебя в голове просто хлам, мусор. Ты веришь в кучу ложных убеждений, ложных стандартов, в какую-то моду, в какое-то завтрашнее счастье. И просто все время как бы загипнотизирован искусственными вещами. А мы здесь в перископ трансляции говорим об натуральных и естественных вещах. Вот и все. Понимаешь, и занимаясь там достаточно долго, 15 лет бизнесом, я это все хорошо понял. Когда ты зарабатываешь там уже второй свой миллион долларов, да, ты уже зарабатывая второй, ты начинаешь задавать себе вопрос, блин, а зачем третий-то? А зачем третий? Ну вот хорошо, уже два есть, я все равно столько не трачу. И все равно, сколько бы я ни тратил, эти вещи не делают меня счастливыми. Понимаешь? Ты уже сидишь и думаешь, блин, что еще купить? Что еще купить? И ты в какой-то момент от этого видишь, что ты не можешь уже радоваться от этого. Ты как бы ходишь, уже купил все, что надо, реально надо. И потом ты начинаешь выдумывать, что себе еще купить, что типа, ну типа модно, да, типа круто. То есть ты уже, да есть у меня уже ребенок, уже есть ребенок. Мы уже это прошли все, понимаешь? 8 лет моей дочке уже скоро будет, в декабре. Понимаешь? То есть денег не надо много, их нужно достаточно. Понимаешь, достаточно. А для того, чтобы их было достаточно, тебе нужно знать твои подлинные потребности. То есть сколько тебе реально нужно в месяц денег. Понимаешь? А что в нее вкладывать? А в нее нечего вкладывать. Она ничего не просит. Если что-то надо ей, она приходит, говорит, папа, купи, я ей покупаю. Но она никакие какие-то дорогие вещи не просит. За учебу мы платим очень немного как бы. Кружки, пожалуйста, это все копейки. Это все копейки. Понимаешь? Это все копейки. Для этого не нужно быть супер богатым и иметь много денег. Не надо для этого. Для этого достаточно делать то, что ты любишь, спокойно, никуда не бежать. Что-то делать, какой-то небольшой, например, бизнес. И никуда не спешить, и не стремиться к чему-то там супер-мега. Зарабатывать достаточно денег. Ты знаешь, сколько у меня друзей, которые путешествуют. Они там спокойно где-то себе фрилансят, работают и живут по душе. И вот и живут, как они хотят. Чем она занимается, у нас Перископ-трансляция не об этом. Понимаешь? У нас Перископ-трансляция о тебе и обо мне. Мы можем поговорить обо мне и о тебе. Но лучше давай поговорим о тебе. Потому что я помогаю тебе посмотреть на свою жизнь, ну скажем, знаешь, в правде, в свете правды. По поводу будущих поколений не надо об этом думать. Потому что ты даже не знаешь, что у тебя будет завтра точно. Понимаешь, правда заключается в том, что когда ты завтра проснешься, есть такое выражение, да, когда ты что-то планируешь, Бог смеется над этим. И рано или поздно ты поймешь, что все твои планы – это курам на смех. То есть они в своем большинстве не исполняются просто. Ребята, вот девушка спрашивает, я психолог или нет. Напишите ей, пожалуйста, ответ. А не то мне как-то уже неудобно говорить об этом. Я постоянно повторяю снова и снова. Как бы психолог я, гинеколог, проктолог. Какая разница? Пока нет, пока не в разводе. Но подумываю об этом. Ну какая, расскажи мне, какая разница? Ну, хорошо, вот объясни мне, какая разница? Тебе важен мой статус или тебе важна мудрость и разумность тех слов, которые ты слышишь? Понимаешь, осознанные, разумные люди, они обращают на контент, не на статусы. Если тебе важна мудрость, слушай просто то, что ты слышишь, и слушай это своим сердцем. Ну и как-то вот прислушивайся, это тебе откликается или нет. Если откликается, ну супер, я рад тебя видеть на моих перископ-трансляциях. Но если тебе важно знать мой статус, я никто, понимаешь? Я просто человек, вот у меня есть свой опыт, свое какое-то понимание, я им здесь делюсь. Все. Если тебе это откликается, если тебе это помогает, я очень рад. Если не откликается, ну что поделать. Да, вот видишь, ко мне психологи ходят. Ну отлично, договорились. Ребят, может вопросы есть какие-то, давайте. Я уже много рассказал, да, по поводу опять того, как я понимаю, как я смотрю на жизнь. Если у вас есть вопросы, пишите. Да, я иногда очень прямой, знаешь, я не злой, в принципе, я не злой человек, но я, как бы, если я вижу какие-то вещи, я называю их своими именами. Если ты думаешь, я буду добрый и улыбаться, если приходят там и говорят какие-то глупости, гадости, это не ко мне. Я прямой, я открытый, я такой, какой я есть, понимаешь. У меня нет задачи становиться каким-то хорошим, каким-то приятным. Разрыв отношений с женой произошел на какой почве? Все разрывы происходят на одной почве. Как ты думаешь, на какой? Люди начинают по-разному смотреть, ценить какие-то разные вещи и по-разному чувствовать. Вот я лично не могу определиться, что я хочу, мне 18, все умею, ничего не делаю. Ну, знаешь как, ты одними обобщениями говоришь, все умею, это ничего не умею. Что значит все умею? Все никто не умеет, понимаешь? Даже я не умею всего. Я умею очень хорошо делать какие-то конкретные вещи. Понимаешь, все умею, ничего не делаю. Во-первых, все умею, это ложь. Во-вторых, ничего не делаю, это тоже ложь. Ты каждый день что-то делаешь. Понимаешь, ты каждый день что-то делаешь. Ты каждый день просыпаешься, идешь чистить зубы, там, не знаю, что-то ты делаешь. Как ты это проводишь время? Другое дело, как ты его проводишь, на что ты его тратишь, на сколько ты тратишь время на то, что тебе реально интересно. Понимаешь? Вот это важно. То есть ты что-то постоянно делаешь. Делаешь ли ты то, что ты любишь, то, что тебе интересно. Большинство людей так много делают того, что им не интересно, что они даже уже не понимают, как жить интересно. У меня все есть. Ребят, ну не, ну вы посмотрите, все есть. Все это что у тебя есть? Можешь перечислить конкретно, что у тебя есть? Да, перечисляй, пиши, что у тебя есть, что в это все входит. Видишь, а другая пишет, а у меня ничего нет. При этом у нее есть здоровье, тело, она вроде по фотке хороша собой, да, и она тоже живет, чем-то занимается и говорит, у меня ничего нет. Хорошие родители, сестра, брат, все, что нужно для счастья. Но ты счастливая? Скажи мне, пожалуйста, ты счастливая? Ты живешь по душе? Ты живешь интересно? Живешь творчески? Радуешься от того, что ты имеешь? Если нет, ну значит, нет у тебя того, что ты хочешь, понимаешь? Что для тебя важно. Не радуешься? Ну вот. Значит, знаешь, ты странная, как бы, ты пишешь, есть все, что нужно для счастья, но я не радостный, и мне очень грустно. Знаешь, что с тобой происходит? У тебя определенное состояние ума. Ты не умеешь ценить то, что ты имеешь. Вот и все. Эта проблема не только твоя, это массовая проблема. Люди живут ожиданием какого-то будущего, чего-то завтра. Да, он все, кстати, правильно говорит. Жизнь идет циклами по семь лет. И 42, это 7 на 7, это у нас 42, да, по-моему? Или сколько? 7 и 7, это 14. Я уже забыл таблицу. Да, 49. Ну, короче говоря, да, вот 42 года я чувствую переломный момент. Идет такой снос. То есть, идет полное, как бы, очищение всего, что было. В очищение пространства и открытие во что-то новое, абсолютно в новое качество. Спасибо всем, кто знает таблицу умножения. Не верю в свой путь, постоянно размениваюсь на чужие дела. И что, чем здесь тебе можно помочь? Да, я знаю, как радоваться. Очень просто все. Знаешь, как бы... Секрет радости очень простой. Перестань делать то, что ты не любишь, и все. Перестань делать то, что тебя не радует. Найди людей, общение с которыми тебя не радует. Найди дела, которые тебя не радуют. И все это пошли в жопу. Вот один написал, иди в жопу. Вот пошли это в жопу все. И тебе ничего не останется, как... Ну, если ты оставишь то, что тебя радует, ты будешь радоваться в этом. Я все время дома ничего не делаю. Ну, тебе не радует, судя по всему, сидеть дома, да? Значит, какой вариант здесь? Надо пойти куда-то и быть не дома. Пойти куда-то, куда тебе интересно. Вылезти из своей зоны комфорта, да? И потихонечку всовывать себя туда, куда тебе реально интересно. А если это необходимо делать? Ты знаешь, у меня часто дома бардак. Ну, у нас вступает момент, и я его убираю. Так, сейчас мы товарища отправим в черный список. Не люблю работать, не люблю быть дома. А что ты любишь? Что ты любишь делать? Сама ответа не знаю. Ну, а кто за тебя узнает его? Знаешь, ты очень много думаешь и очень мало делаешь. Ты такая барышня, которая сидит в зоне комфорта и ждет своего счастья. Которое к нему, скорее всего, наверное, само должно прийти, свалиться откуда-то. Ждешь и надеешься. Ну, вот в этом состоянии, к сожалению, к тебе ничего не придет. Нет, она не капризная, не пафосная. Просто это частая ситуация. Люди сидят в зоне комфорта и ждут, что... В болоте, как бы в своем обычном, в привычном. И ждут, что что-то само придет. Не придет. Понимаешь, ты как раз находишься в своем убежище. Ты находишься в своем убежище. Не хочешь выходить оттуда. В свет. Пойди в свет, как говорят. А не сходить ли тебе в свет? Не показать ли тебя себя каким-то, не знаю, там, обстоятельством, каким-то новым людям? Не хочешь ли ты развеять себя, развеять свою жизнь? Вот даже есть такой Паула Каэлия, да, автор книг. И он... у него тоже была депрессия. Он потом, знаешь, как начал выходить из нее? Просто путешествовать. Периодически он каждые три месяца ездит в путешествие. Вот отправляя себя в какие-то путешествия. Не обязательно куда-то ездить. Отправляя себя в мини-путешествие. В какое-то новое окружение. Забрасывая себя в какое-то новое общение. В какие-то новые ситуации. Смотрите, откликается или нет. У тебя был, но его же, знаешь, его же уже нету. Правильно, и все, что было, то прошло. Будущее закрыто, прошлое забыто. Все, что у тебя есть, твое настоящее. Живи здесь и сейчас. Но будь живой, понимаешь? Не будь в коматозе. Полу-живой, а будь живой. А для этого тебе нужно брать свою симпатичную попку и выносить ее куда-то, выводить ее. Погружать в разные обстоятельства. И не бояться эксперимента в жизни. Он всегда какие-то планы рисовал. А тебе не надо никаких планов рисовать. Ты живешь здесь и сейчас. Все живут здесь и сейчас. Только не все этого понимают. Ладно, какие вопросы? Давайте вопросы. Все живут здесь и сейчас, но не все живут по душе. Не все живут интересно здесь и сейчас. Многие мечтают о том, как они будут жить по душе когда-то потом. Ну, знаешь, я тебе скажу так. Относительно тебя я очень счастлив. У меня... Ну, во всяком случае, у меня нет такой сейчас проблемы, как у тебя. Ну, они могут тебя действительно любить. Ну, просто эта любовь, она вот таким образом выражается. У тебя нет проблем? А откуда твои вопросы тогда? Я хочу покончить с собой. Что мне делать? Умереть? Где я черпаю энергию? Ну, покончить с собой зачем? Чтобы что? Что ты таким образом решишь? Зачем с собой кончать? Чтобы не терпеть боль. Боль – это часть жизни. Тебе не надо ее терпеть. Тебе нужно принять, что это часть жизни. И тебе важно открыться ей, этой боли и проживать ее с согласием. Перестать бегать от нее. Понимаешь? Тогда ее становится меньше и меньше постепенно. Боль накапливается, пока ты от нее бегаешь, пока ты ее не проживаешь, не хочешь проживать. У тебя есть твои мечты о том, как все должно быть хорошо, какая должна быть твоя жизнь приятная и в удовольствие. Но фактически у тебя сейчас в состоянии жизни боль. Откройся в эту боль и позволь ей быть. Просто пусть она будет. Понимаешь? Вот не надо с ней бороться. И ты увидишь, если ты перестала с ней бороться, она постепенно начнет тебя отпускать. Ты можешь любые состояния проживать. Но чтобы они проживались с тобой по-настоящему, тебе важно перестать с ними бороться. И перестать ждать, когда они пройдут, когда они закончатся. То есть не надо ничего ждать. Ты живешь, и вот у тебя есть твое реальное состояние. Тебе больно. Я прекрасно понимаю. Мне тоже сегодня не очень приятно. Физически у меня болезненное сегодня состояние. Но сила духа заключается в том, что независимо от состояния, ты себя можешь хорошо чувствовать. Понимаешь? Да, я практикующий психолог. Я тебя сейчас запрактикую. Своей психологией я тебя запсихологую. Я бы не сказал, что вы психолог. А я и не психолог. Вы реально психолог? Нет, я проктолог. Да, я проктолог. Да, я проктолог. Почему, когда в отношениях даешь свободу, она думает, что на нее пофиг? Гуру по мозгам. Я бы не сказал, что я гуру по мозгам. Что значит, ты ей даешь? Почему любовь всегда невзаимна? Что за глупость? Жизнь разная. Можете понять? Разная. Свобода – это когда ты живешь честно в моменте. Честно проживаешь сам себя. Что-то тебе откликается – делаешь. Не откликается – не делаешь. Если другой человек приходит и пытается от тебя что-то добиться такого, что тебе не откликается. Ну, скажи нет ему и все. Понимаешь? Скажи нет. Вот в отношениях что самое главное? Искренность, честность, предельная честность. Хочешь – давай. Вместе хотим что-то делать – делаем. Кто-то не хочет – ну, все. Один не хочет – уже совместно не получится. Понимаешь? Вот когда кто-то один не хочет, а другой хочет – начинается. Вот давай, я тебе сейчас буду уговаривать, ну, давай-давай, давай сделаем, как я хочу. Вот это портит отношения. Отношения – это как два существа и два чувствительных существа сходятся. Им важно чувствовать друг друга. Не думать друг друга, не мозг трахать друг другу, а чувствовать. Ты как вообще? Я тебя люблю. Вот у меня есть чувства. Вот я тебе как-то их выражаю. Ты как? Тебе откликается? Да, мне откликается. Ты мне тоже нравишься. А вот это тебе нравится? Слушай, давай пойдем туда-то. Ты как? Да, вот туда можно пойти сегодня. А пошли туда, там как-то провели время. А потом другой говорит, слушай, а пойдем туда? Нет. Знаешь, мне не откликать. Ну, хорошо. Окей, не хочешь, как хочешь. Понимаете? Есть такие естественные отношения. Это очень-очень весело. Очень весело. А вот эта драма постоянная в отношениях, что каждый пытается друг друга изнасиловать и вылепить под себя – это очень грустная история. Вот эта вот драма бесконечная, когда два человека, ну, вроде любят друг друга, но ведут себя насильственно и совершенно по-глупому. Каждый пытается другого под себя вылепить как-то. А эмоции в нормальных гармоничных отношениях – море эмоций. Просто там насилия нет, понимаешь? Насилия нет. Извращения нет. Насилие порождает изврат, извращения какие-то. А если всё предельно честно, искренне, ну, всё, и нормальные гармоничные отношения. А эти скандалы, кому они нужны, эти скандалы? Это ругань бесконечная. Кому это надо? Нет, вот знаешь, ты говоришь, я только себя люблю. Если бы ты по-настоящему любила себя, а что такое любить себя? Это значит принять себя такой, какая ты есть. Что такое любить себя? Это принимать себя тотально. Ну, вот такая я. И даже если тебе кто-то говорит, что с тобой что-то не так, а ты же себя любишь, ты говоришь, ну, это твои идеи просто, твои проблемы. Поэтому если ты себя полностью принимаешь, ты увидишь, что вторая сторона этого, того, что ты себя принимаешь, ты начинаешь принимать так же и любить других людей, и понимать их. Чем лучше ты сама себя любишь и понимаешь, тем лучше ты понимаешь других людей, и любишь других людей. Поэтому у тебя проблем с этими людьми всё меньше и меньше. А если у тебя проблемы, вот смотри, если ты живёшь скучно, если ты живёшь в зоне комфорта, если ты всё время мечтаешь о чём-то, да, и сидишь в своём гомеостазе, боишься куда-то выйти, боишься общаться с людьми. Это уже признак того, что ты себя не любишь. Ты себя как бы боишься, понимаешь? Ты как бы сама себя не знаешь. Ты не мечтаешь? А что? Что происходит в твоей жизни? Тебя что-то не устраивает, понимаешь? Ты же пришла, вот я вижу по твоим словам, тебя не устраивает твоя жизнь. Скучно, нерадостно. Ну такая у тебя жизнь сейчас. Если ты ни о чём не мечтаешь, то в чём проблема? Вот сейчас у тебя такая жизнь, живи и радуйся. Вот сейчас у тебя так. А как должно быть иначе? Как должно быть? Компромиссы – это всегда плохо. Компромиссы – это не целостность. Ты идёшь на поводу, ты на самом деле что-то не хочешь, но ты соглашаешься. Вот такое… Это превращается в компромиссы. Никаких компромиссов. Либо обоим вин-вин, и нравится, и хорошо, либо не делаем вообще это. Никаких компромиссов. Либо оба в этом молодцы, и чувствуют себя хорошо, либо это не делается. Не знаю, что дальше. Мне это не интересует, что дальше. Я в институте учусь. Ну, теперь всё понятно. Теряешь пять лет своей жизни. Получишь потом никому не нужный диплом, положишь его куда-то на полочку, и пойдёшь работать по другой специальности. Или поработаешь по этой специальности. Не ходишь на уроки. Ну, отлично. Знаешь, я вот тебя слушаю, я вообще не понимаю, о чём ты говоришь, в чём твоя проблема, зачем ты пришла. Вот ты вроде, знаешь, какие-то фразы. Вот у меня так, у меня так, у меня так. У меня всё хорошо, у меня всё плохо. Не люблю учиться, да. Учусь, но не люблю. Вроде бы радостно, но несчастно. И вот всякое такое, знаешь. Ну, и как тебе помочь в этом состоянии? А вы не поймёте. Ну, если я тебя не пойму, то кто тебя поймёт? Ну, Бог тебя поймёт. Пусть Бог тебя поймёт. Хорошо, есть какие-то вопросы ещё? Где брать энергию для жизни? Да, я не православный, нет. Смотри, вопрос никогда не стоит в том, где брать энергию. Вопрос всегда стоит иначе. На что ты тратишь энергию? Такое, что тебя изнашивает, высасывает. Понимаешь, когда люди делают то, что они не любят, когда они живут в рутине, в однообразной скучной жизни, повторяющейся, когда это день сурка, то это отнимает всю твою энергию. Потому что у тебя на самом деле нету реализации твоего естественного потока жизненной силы. Мы как-то проводили отдельно трансляцию, на эту тему. Понимаешь, ты себя не проживаешь. И не проживать себя, не проживать свою радостную жизнь по душе, это очень энергозатратный процесс. Всё время заставлять себя делать то, что ты не хочешь, всё время жить так, как ты не любишь, это постоянный внутренний конфликт, который ты даже перестала часто замечать. То есть твоя одна часть что-то не хочет делать, а вторая заставляет. И вот этот внутренний конфликт, его поддержание, оно тебя обесточивает. Когда ты убираешь из своей жизни вот эти вещи, которые просто высасывают из тебя энергию, это могут быть люди, люди, которые тебя не понимают, люди, которые тебя не любят, не принимают. Ты можешь иметь такое окружение, которое тебя высасывает просто. И ты привычно в нём находишься, и даже не видишь, как вся эта ситуация убивает твою энергию. Ты можешь ходить на нелюбимую работу, и если ты занимаешься тем, что ты не любишь, ты будешь очень сильно терять там энергию. Эта работа не будет тебя наполнять, она не будет продолжать твой творческий процесс, не будет продолжать твою любовь. Поэтому ты будешь в этом затухать. Понимаешь, твоя свеча жизни будет затухать. Для того, чтобы твоя свеча жизни разгоралась, тобой должна движеть любовь, сердце. Понимаешь, интуитивная, жизнь должна быть чувственная, где ты реально, искренне, честно занимаешься тем, чем ты хочешь заниматься, общаешься с теми людьми, с которыми ты искренне чувствуешь резонанс и хотела бы общаться. Понимаешь, вот эти все вещи, они тебя начнут разжигать, наполнять. А когда ты живёшь обычную жизнь, белочки в колесе, там просто постоянно вся эта жизнь, она тебя изматывает, просто высасывает. Поэтому вопрос не в том, где найти энергию. Вопрос, как разморозить, то есть как забрать свою энергию из тех вещей, на которые не стоит её тратить. Понимаешь, которые тебя не радуют и не дают тебе интенсивности и качества проживания твоей жизни. Жрать-то что-то надо. Слушай, если ты будешь искать, что тебе жрать надо, и это для тебя, твой желудок будет твоим центром управления жизни, ничего у тебя не получится. Понимаешь, ничего у тебя не получится. Тебя должно движеть сердце. Понимаешь, пока ты готов за деньги делать то, что ты не любишь, у тебя ничего не получится. Твоё призвание не раскроется. Ты не узнаешь, что ты... Слушай, мы же... Ты же была на этой Перископ-трансляции, и я тебе объяснял, что ты головой, ты не узнаешь, что ты любишь. Ты никогда заранее это не узнаешь. Никто это никогда не знал. Когда ты перестаёшь заниматься тем, что ты не любишь, постепенно тебе откроется то, что ты любишь. Заранее ты это не узнаешь. Это нащупывается, понимаешь? Это нащупывается в эксперименте, через опыт, через тестирование. Это не логически находится. Понимаешь? А ты пытаешься... Ты работаешь сейчас в том, в чём ты не любишь. Находишься там, где ты... Тихо ненавидишь всё это. И ты думаешь, что тебе надо логически дойти до какого-то предназначения, до любимого дела. У тебя ничего не получится. Тебе надо сначала понять, что ты находишься не там, где надо. Начать это потихонечку отпускать. И открываться в новое пространство. Вот в этом новом пространстве возможно раскрытие своей чувствительности и нащупывание чего-то нового, что тебе ближе. Понимаешь? Головой ты ничего не найдёшь. А тебе не надо знать, куда. Вот услышь меня. Тебе не надо знать, куда дальше. Тебе нужно знать, что тебе не подходит. Этого достаточно. Ты должен работать, у тебя кредиты. Работай, отдавай свои кредиты. Я не против. Ты сам в это влез. Работай, отдавай. Хотя никто тебе не мешает пойти и делать то, что тебе больше нравится, зарабатывать там деньги и отдавать свои кредиты в деле, которое тебе больше по душе. Тебя никто не держит. Понимаешь? На твоей нелюбимой работе тебя никто не держит. Кроме твоих мозгов. Всё. Ты можешь искать сейчас огромное количество рабочих мест. Понимаешь? В каждой компании нужен человек, который любит то, что он делает и имеет навыки там, как-то развивается в этой теме. Понимаешь? Такие сотрудники всем нужны. Но проблема твоя заключается в том, что ты не такой человек. Ты не такой человек. Тебе таким человеком придётся трансформацию пройти определённую, поменять в голове определённые вещи для того, чтобы стать таким человеком. Ну, как бы вернуться ближе к себе. То есть делать то, что ты любишь, развиваться в этом, развивать твои навыки в этом, прокачиваться в том, что ты любишь. И тогда у тебя получится как бы с одной стороны ты делаешь то, что ты любишь, И с другой стороны, ты это можешь как-то монетизировать и превращать в деньги. Пока ты не порвешь со своим прошлым заработок на нелюбимой работе ради денег, это твое прошлое и настоящее. Пока ты это не поймешь, что здесь тебе ловить нечего, и нужно все-таки перенастраиваться на то, что ты искренне любишь, у тебя ничего не изменится. Нет, делать то, что нравится, то, что тебе нравится. А ты не узнаешь, ты не узнаешь, знаешь, ты не узнаешь. Пока ты не начнешь это щупать. Как ты это узнаешь? Ты что, думаешь, я заранее знал, что я буду любить? Нет. Я всем рассказывал эту историю из своего детства, я тебе еще раз ее повторю. Вот как я открыл вдруг, что я умею рисовать, что моя душа тянется к этому. Как я открыл в детстве это? Однажды мама положила передо мной листик бумаги и ручку, и я начал что-то рисовать, и все. Ко мне попал листик бумаги, ручка, и я что-то начал рисовать. И в ходе того, что я рисовал, я вдруг обнаружил, меня это увлекает. Мне это по приколу, понимаешь? Вот так обнаруживается твое любимое дело. Ты не сначала думаешь, что ты будешь делать, и что тебе понравится. Нет, ты себя пробуешь в одном, в другом, в третьем, и вдруг ты обнаруживаешь к чему-то, что вот здесь это мое, здесь я это люблю делать. Понимаешь? Это нащупывается. Это происходит путем эксперимента, путем действий. Понимаешь? Это вот как... Еще одну метафору я тебе приведу с меню. Я тоже ее часто повторяю. Вот ты приходишь в ресторан, ты можешь меню смотреть до усрачки, но пока ты не закажешь блюда и не попробуешь, ты ничего о нем не поймешь. Понимаешь? Будет это блюдо твоим любимым или не будет? Как тебе понять? Тебе надо его купить, попробовать. И только попробовав, ты поймешь, это твое любимое или тебе это не понравилось. То же самое с твоей работой. Ты не можешь заранее найти свою любимую работу, рассматривая какие-то каталоги вариантов. Ты можешь просто, знаешь, как бы прикидывать, в уме ты можешь прикидывать, какие варианты тебе откликаются. Но в любом случае, фишка в том, что тебе нужно ходить, пробовать, ходить на собеседование, не знаю, там, все что угодно делать, лишь бы это были действия, лишь бы был это чувственный опыт, лишь бы это были реальные переживания, а не мозгоблудие. А твоя проблема заключается в том, что ты сидишь в зоне комфорта, ты работаешь на том, что ты не любишь, а экспериментов в твоей жизни вот, понимаешь? У тебя экспериментов в жизни нету. Ты здесь сидишь в зоне комфорта и думаешь о том, что вот мечтаешь, я не знаю, как-то у тебя вот в уме все это происходит. А я тебе говорю об одной простой вещи. У тебя все это должно в жизни происходить. Иди, бери и делай. Ищи себя. Ищи себя, и ты найдешь. Все, кто ищет, находят. Понимаешь? И никто заранее не знает своего предназначения. Успокойся, это у всех так же. Нету никакой технологии, удивительного, секретного секрета, как тебе найти свое предназначение. Понимаешь, нету его. Ты можешь примерно что-то прикинуть, опираясь на свои ощущения, на какой-то прошлый опыт, к чему тебе тянуло. Но в любом случае, это как набросок такой, для того, чтобы ты пошел потом и попробовал в реале этим заниматься. Вот в Питере есть город мастеров. Знаешь, такой вот для детей. Дети приходят, там большой город, и там разные есть профессии. И ребенок может пойти там в одно место и попробовать что-то одно делать. Потом выйти и попробовать что-то другое делать. И вот так вот, пробуя себя в чем-то, он вдруг обнаруживает, что вот что-то его увлекает сильнее. Вот тебе нужно устроить себе в жизни такой город мастеров. Только там, и только таким образом, ты себя можешь найти. Через мысли ты себя никогда не найдешь. Это невозможно. В твоей зоне комфорта, просто думая о чем-то, прикидывая, представляя, ничего ты не найдешь. Ты можешь только прикинуть вариант, куда тебе пойти и попробовать. Понимаешь? Вот, все для чего существует твой ум. Чуть-чуть прикинуть, сделать какие-то белые нитки, наметки, да белыми нитками, чтобы пойти и прочувствовать это. Вот так познается жизнь. А проблема-то большинства людей в чем? Они находятся в своей привычной, комфортной жизни. Они живут по схеме, по привычке. И шаг вправо, шаг влево из этой схемы расценивают как «О, это же дискомфортно, ой-ой-ой, непонятно, что там будет. Лучше я буду оставаться в своем гомеостазе, в этом привычном». Понимаешь? Вот твоя проблема. Проблема в том, что ты боишься, ты живешь просто в страхе. Понимаешь? Ты боишься жить, боишься пробовать. У тебя другой проблемы нет. Другой проблемы нет. Ты боишься жить, боишься экспериментировать. Тебя загнали вот в какую-то систему, тебе, не знаю, там, получаешь какие-то небольшие деньги, недоволен своей жизнью, но боишься попробовать другой вкус жизни. Боишься просто. Тебе открыты все двери, и они тебя, там, не знаю, зовут как-то, но ты не идешь. Понимаешь? Вот проблема-то в чем? Что ты сидишь в зоне комфорта и не идешь никуда. Это единственная проблема. И вместо того, чтобы идти куда-то, ты эти действия заменяешь на более простые компенсации в виде мыслей. Все. В любом любимом деле есть конкуренция и иные препятствия. И что? Есть. И что? Ну, когда ты любишь, для тебя это не проблема. Если ты любишь то, что ты делаешь, ну, есть там, да, какие-то препятствия и что. В этих препятствиях ты растешь. Ты их преодолеваешь. Чему-то учишься. И что? В чем проблема-то? Кто тебе сказал, что твоя жизнь должна быть без препятствий? Это ты откуда взял? Это откуда бред такой? Жизнь это, ну, знаешь, это игра, а игра состоит из цели, из препятствий, из свобод. Тебе нужны свободы, тебе нужны какие-то препятствия, чтобы с ними справляться, да? Вот если ты играешь в футбол, как тебе играть в футбол, если нет другой команды? Другая команда – это препятствие. Из-за того, что есть другая команда, интересно играть в эту игру. Их интересно как-то там с ними соревноваться, обходить их и так далее. Появляется игра. А если одна команда, другой команды нету, так в чем игра? Просто забивать мячи снова и снова в пустые ворота? Понимаешь, тебе нужны препятствия, тебе они нужны. Но проблема заключается в том, что ты их боишься. Ой, препятствия начнутся какие-то. Ой-ой-ой-ой-ой, надо их преодолевать. Ах, футболисты в другой команде. С ними надо как-то конкурировать и играть. Ой-ой-ой, как же я в этом жить буду? Теплое место. Так это и есть твоя зона комфорта, твой гомеостаз. Это и есть твоя поддельная жизнь. Ты не живешь, понимаешь? Ты находишься в зрительном зале. Сидеть за компьютером – это находиться в зрительном зале. Ты не игрок, ты зритель. Понимаешь? А зритель, он не может получать все эти бонусы и все эти радости игрока. Он зритель. Он наблюдает со стороны. Где красивый парень? Это не я ли? Понимаешь? То есть вопрос просто в твоем состоянии. А если рассмотреть твое состояние через шкалу эмоций, есть такая шкала эмоциональных тонов. Так вот, если рассмотреть твое состояние, ты обычно зафиксировался где-то в страхе. Понимаешь? В страхе. Или еще ниже где-то. В каких-то депрессивных состояниях. Твое эмоциональное состояние ты боишься. Просто ты застрял в страхе. Вот и все. И так как ты сидишь в страхе, у тебя вся твоя логика через эмоцию страха происходит. И все твое отношение к жизни через эмоцию страха. Да тебе, блядь, надо из этого страха вылезти. Понимаешь? Что-то должно случиться. Не знаю. Вот в мою перископ-трансляцию. Ты пришел, и я тебя... Я здесь тебя немножко по тону поднимаю. Я тебя расшевеливаю как бы. Да? Я тебе пинков даю под зад. Твоя жизнь идет, блин, часики тикают. И непонятно, сколько тебе осталось, а ты все в зрительном зале. С попкорном сидишь и кушаешь. И наблюдаешь, как другие играют, и как другие радостно живут. Ну и какой смысл? Понимаешь? Тебе надо понять, что с тобой происходит в твоей жизни. Хватит вот этой ерундой заниматься. Ты пришел сюда не для этого. Ты пришел играть. Ты пришел забивать голы в том числе. Но не только забивать голы, играть в интересную игру. Это самое важное. Понимаешь? В игре самая важная радость от игры. И в твоей игре будут и болезненные ситуации, и приятные ситуации. Это часть игры. Футболист, когда играет в игру, он получает и травмы какие-то. Но он любит игру. Понимаешь? Он играет не потому, что голы надо забивать. Это тоже важная часть игры. Но в первую очередь нужна любовь к самому процессу. Настоящий футболист, он кайфует от футбола. Понимаешь? Это его жизнь. Это его любовь. Это его страсть. Поэтому тебе важно нащупать эту страсть к чему-то. Но если ты будешь сидеть дома за компьютером, и на своей жопе мозоль просиживать, то ты ничего не нащупаешь так. Понимаешь? Вот. Все просто. В жизни просто. Все. Бери, делай. Пробуй. Иди, пробуй. Пробуй в одном. Не получается что-то. Не чувствуешь отклик. Не твое. Ну, хорошо. Какое-то время попробовал. Ну, не твое. Все. Распробовал, что не твое. Иди в другое место. Найди что-то свое. Понимаешь? Ну, найди через чувственный опыт, через соприкосновение. А не через мозгоблудие. А тебя приучили с самого детства, со школы. Думай, 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 думай. Ты был в детстве подвижный. Ты больше чувствовал. Ты больше играл. Тебя интересовала реальная игра. А потом тебя сделали мозгоблудом. И ты такой умный теперь стал. Ты знаешь какие-то там синусы, косинусы. А банальные вещи о жизни ты забыл. Что жизнь это просто бей, делай, пробуй. Экспериментируй там. Набивай шишки себе. Что-то поймешь там походу. Что работает, что нет. Знаешь, вот это от тебя как бы вроде как скрыли. И сказали тебе думай, мечтай. Ставь себе цели. Изучай какие-то курсы. Пройди 50 курсов. И 5 лет учись в университете. И через 5 лет ты будешь способен что-то сделать. Ну это же херня полная. Если ты во что-то любишь играть, ты по ходу любимой игры будешь обучаться. Я так и обучался. Все мое обучение, как я строил бизнес, я самообучался. Периодически я ездил на какие-то конференции, тренинги. Общался с другими более способными, прокачанными людьми. Вот и все было мое обучение. Знаешь, я по ходу под задачи учился, под реальные действия. Такова жизнь игрока. Он играет. И по ходу он учится этой игре. Вот и все. И никакого секрета. А в зрительном зале, в зрительном зале, в зрительном зале жизнь не та. Иногда прикольно, знаешь, я люблю иногда включить кино, посмотреть кино. Но иногда. Но в целом, мне становится скучно, если я активно не действую в жизни. Если я что-то не делаю, не самореализуюсь. Мне просто... Я чувствую, что моя жизнь какая-то искусственная становится. Ну, как бы, проходит мимо. Понимаешь? Я это очень четко чувствую, что жизнь начала что-то как-то быть нецелостной, неполной. И я срочно начинаю чувствовать, так, куда, куда, куда дальше. Куда ветер дует, куда паруса раскрывать, куда двигаться, что делать там. Понимаешь? Вот, я активный человек по своей природе. Поэтому я тебе передаю вот этот вот великий секрет, которого нет. Ты такой же. Просто ты очень часто застрял в зрительном зале. Это очень комфортно, это безопасно. Но в этом жизни нет. Понимаешь? Кто не рискует, кто не пробует, тот не пьет шампанское. Тот не живет. Поэтому welcome на игровое поле. Превращайся в игрока. Перестань сидеть в своем убежище комфортном. Выходи на улицу. Выходи гулять. Знаешь? Вот в моем детстве дети, они выходили на улицу и играли. А вот сейчас дети такие, они сидят дома в основном. И сидят в айпаде. Понимаешь? Вот такая проблема. А я вырос во дворе. Я все время гулял с пацанами. Я был игрок. Может быть это мне помогло, да? Что я был как бы не в виртуальной реальности. Я вырос в реальной реальности. И с самого детства мне нравилось гонять на велосипеде. Гулять куда-то. Попадать в какие-то приключения. Играть с пацанами, да? Пробовать себя в чем-то. Любить, не знаю, там компьютеры, рисование. Какие-то вот эти вещи. Понимаешь? Ну если ты вырос так же, то и живи так же. Вот это наша природа. Понимаешь? Какие мы были в детстве, вот такие мы на самом деле. Мы игроки. Мы пришли сюда играть, наслаждаться процессом. Не гоняться за результатами. Не гоняться за будущим счастьем. А счастливо, интересно, активно проживать свое настоящее. Мы сюда для этого пришли. Жить по душе. Жить как спонтанно часто происходит. Часто не по плану абсолютно. Часто не так, как мы представляли. А вот от момента. Как идет замес. Понимаешь, как жизнь раскрывается от момента. Да, можно что-то там предположить, какие-то планы сделать. Но тебе важно от момента жить. Силой настоящего момента. И не надо искать никакое завтрашнее комфортное, счастливое убежище. Не надо. Ты не для этого здесь появился. Ты экшен, понимаешь? Ты игрок. Ты готов проходить через разное. И в этом ты почувствуешь жизнь только. Понимаешь? Жизнь должна... Ну, важно, чтобы она была полной. И плюс был, и минус. И чтобы они гармонично были сбалансированы. Вот в этом мудрость. Так что вот так вот. Вылезай из своего убежища и начинай жить. Не ищи себе комфорта. Ищи себе интересную игру. На этом нашу Перископ-трансляцию будем сегодня завершать. Спасибо, что вы были. Спасибо, что поздравили меня с днём рождения. И до следующих встреч в Перископе. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова